Наверное, вы знаете, какая тема сегодняшнего дня и тема семинаров — евангелизм. Но это не просто евангелизм, но эффективный евангелизм. Это эффективный евангелизм среди студентов, среди учеников, со своими однолупниками, одноклассниками. И когда вопрос касается эффективности, всегда кто-то себе планирует, рисует картину, систему. Если я должен подойти к человеку, я должен с чего-то начать определенного, говорить какими-то системными фразами, навязываться людям, зачем это нужно. Но начнем с того, что эффективный евангелизм — то-то-то-то-то. Но так как вы сейчас находитесь в этой комнате, на этой конференции, я вообще думаю, что, скорее всего, вы спасены, вы верующие, вы имеете жизнь вечную. И первый вопрос, который у меня к вам, это как вы думаете, что мы будем на небесах делать? Отдыхать. 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 Кто-то говорит, мы... А? Что-что? Ставить Бога. Гулять всем. Гулять с кем? Мы с Богом надеемся. Хорошо. Еще другие версии. И смотреть на всех. И смотреть на всех. С ними. Что у вас фантазии вообще нет? Неправданных ответов и нет. Можете всеми увидеть. Что-то делать. Хорошо. Что мы не будем делать на небесах? Пить, курить. Страдать, пить, курить. Болеть и что-то? Совсем болеть. Что еще мы будем делать? Спать. Многие скажут, ой, нет, я же так хочу спать. Многие скажут, спать. Как же надо вам отказать? Интересно, там есть ночь или нет? Есть. Я думаю, что время там точно не только как у нас, как мы привыкли читать. Я думаю, что они в Захмур точно не будем бомбаревествовать. Потому что уже будет поздно. Будем бомбаревествовать. Все уже готовы. Да. А во-вторых... Все хорошо. А во-вторых, мы уже будем радоваться. Уже будет не до этого. Но когда я говорю, что мы не будем на небесах боберевествовать, у меня есть несколько эмоций разных. И хорошо, и плохо. Хорошо, что хоть наконец-то на небесах боберевествовать к людям и говорить о Боге. А во-вторых, что, может быть, какое-то плохое чувство, что, возможно, у меня уже не будет возможности им рассказать. Возможно, уже те возможности, которые были на земле, которые я опустила, у меня уже не будет возможности это делать на небесах. Будет слишком поздно. Но перед тем, как мы берем вообще о благовестии и говорить, хочу, чтобы примерно определиться, кто из вас учится в университете, кто из вас учится в школе. Давайте так, кто учится в школе еще? Заканчивается. Последний класс. Ага, по большей части. Хорошо. Студенты? Училища. 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 Это немножко разные категории. Да, это разные немножко категории, но вы скоро, те, кто еще учится в школе, вы все равно уже почти студенты. Это не за горами. Вот. Те, кто студенты, скоро выпустятся. Но, тем не менее, у всех вас есть шансы благодетствовать и много возможностей. И даже те, которые еще не в школе и не в университете, это дело каждого из нас. Хорошо. У меня есть такие вот конспекты. Я думаю, что они помогут вам заполнять, расследить со темой. И, конечно, в этом моменте есть, если вы можете пригодиться к нашему дубу. Выстаньте, ручки вам пригодятся. Выстаньте, как в библии, которые вам пригодятся. С чего начинают делать? Да, с чего начинают делать видео? Только ты знал вопрос. С молитвы. Призвание. Неправильных ответов нет. У всех есть. Неправильных ответов нет. У всех есть. Любой версии. С чего начинают делать видео? Уже были. Молитва. Это правильно. Все правильно. Общение. Я думаю, что когда я думала о ангелизме, я в первую очередь думала о влюбленности. Потому что для меня это влюбленность в Бога. Представьте себе, что вам подарили что-то, чего вы не заслужили вообще. Что-то такое большое, что вы просто мечтать об этом могли. Когда вам это подарили, вы просто не можете держать по себе. Вам настолько хочется рассказать всем об этом. Ты еще не знаешь, что мне подарили. Не подумай, что я там укобучилась, что мне это подарили. Но я хочу тебе рассказать, что мне это подарили. Потому что я просто не знаю. Или машина, или еще что-то. Вы хотите всем рассказать об этом. Главное, вчера я вообще занимаюсь со студентами. Работаю в ССХ. Судрую со студентами христиан. И очень часто я работаю, занимаюсь с иностранными студентами. Особенно с китайцами. И вот когда китайцы только приезжают сюда, они не знают ни языка, не знают где что купить. И вот когда я с ними начала общаться, им помогать, то я поняла, что вообще китайцы очень закрытые люди. Настолько закрыты, что как-то раскрыть их тяжело. Нужно много времени, чтобы они раскрылись, потом тебе доверяли, рассказывали что-то личное. И вот такой пришел вчера момент, когда мне китаянка звонит и говорит, Марина, я никогда не встречалась раньше. Я начала встречаться. И она начала рассказывать, как это все было, с кем от нее встречается. Но настолько, она говорит, что только мне сказала, что вообще-то я хотела только тебе, но не получилось. Она стала мной. И несмотря на то, что культура китайцев очень закрытая, не замкнутая в себе, у нее настолько было что-то такое, что она просто не могла держаться и говорить всем об этом. И я думаю, что то, что человек любит, то он и будет делать. То, кого он любит, он постоянно не будет говорить. Если вам кто-то нравится или вы любите кого-то, возможно, кого-то из семьи, возможно, кого-то не из семьи, может быть парень или девушка, вы начинаете замечать какие-то детали, которые вы раньше не замечали. Вы начинаете думать о том, какой запах этого человека, не знаю, какие моменты он по отношению к другому человеку делает. Какие-то моменты, когда вы думаете, да, это раньше не видел этого человека. Он особенный. И вам настолько интересно, что вы просто не можете держаться в себе, вы подходите к кому-то другому и говорите о нем постоянно. Возможно, вы даже это не прослеживаете за собой. Но другие люди говорят, да, что-то ты слишком часто о нем говоришь или о ней говоришь. Поэтому то, что я люблю, тем я восхищаюсь. То, чем я восхищаюсь, тому поклоняюсь. И когда вопрос касается о влюбенности в Бога, любим ли мы Бога настолько сильно, что мы просто не можем себя в это сдержать, просто где-то хочется с транспарантом стоять и кричать, Бог меня так сильно любит, а ты его нет, почему там? Или Бог меня спас. Это то, что у нас в сердце. Просто вспомните тот момент, когда вы впервые пришли в церковь, или вы впервые общались с верующими людьми, когда вы покаялись. Какие-то были моменты. Вам хотелось всем рассказать об этом. Вы не могли в себе это сдержать. Поэтому это влюбленность в Бога. И в Марк 11.30 написано, что «Возлюби Бога твоего всем сердцем, всем разумением твоим, всей крепостью твоей, всем, чем можем, возлюби Бога». В Библии также написано в Галатах, что «И уже не я живу, но живет во мне Христос». Мы призванены к этому. И Бог призывает нас не только быть влюбленными в Него, но также и призывает нас быть свидетелями. У кого из Библии, давайте откроем сейчас Матфея 28. Я уверена, что многие из вас уже знают на память эти стихи. Матфея 28, с 18-го стиха по 20-й стих. Кто хочет прочитать? Матфея 28, с 18-го по 20-й стих. Матфея 28, с 18-го по 20-й стих. И приближусь к Диблии, и Иисус сказал им, «До нам не всякое власть на небе и на земле». Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учать и соблюдать все, что я повелела вам. И сей я с вами во все дни и до скончания века. Аминь. 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 «Инбурник following you. «Эмин ありがとう pleб gim Inc qu'on будет, и мне просто в стоянии где-то создавали world". Аминь. Кав louisqit ii ni yae. Мы должны это делать! Если у нас нет желания, мы должны снять помочь, что у нас появлялось желание. И вопрос в том, что если хорошо, если я не боговерства, если у меня нет вот такого вот рвения говорить другим людям о Боге, значит ли это, что я не влюблен Бога полностью, как бы написано в зубе, всем сердцем, всей душой? Как бы не понравился этот ответ, но ответ, да, вы не полностью любите Бога. Почему? Потому что вы оставляете в своем сердце что-то, что заменяет это, полную любовь к Богу. Что это может быть? Это может быть страх. Страх боговесствовать, страх делиться своей верой, страх говорить, кто вы есть на самом деле. И есть еще один момент, кто еще страшнее первого. Это равнодушие. Потому что если страх можно поворотить, можете работать над этим, можете молиться, можете втреть просить, чтобы за вас молились, то равнодушие это что-то, что вам просто, мы не большим, мы все равно, что мне говорят, а мне как верующим, мне все равно, что будет с моим, с моим другом, пойдет он в рай или в ад, мне все равно. Когда есть равнодушие, тогда вы просто не даете возможность, возможности Богу работать через вас и в жизни других людей. И один очень классный магиалист сказал одну фразу, которая до сих пор запомнила, что без Бога мы не можем и без нас Бог не будет работать. Он будет работать, но не настолько, как бы Он мог нас использовать. И когда мы говорим о страхах, то вот это место, которое у нас в сердце, которое у нас очень часто есть, как отрегируют люди на меня, а с чего мне начать, и разные-разные такие моменты, нам нужно посмотреть в мою страху в глаза и посмотреть, что меня останавливает благовестный, почему я не благовестную, почему я не хочу, почему я как-то вот, как-то я сильно комфортно ощущаю. Поэтому я пришлю, чтобы сейчас, буквально по три человека, вот уже три человека, три человека, можете обговорить страхи, что вас останавливает благовестовать, и потом мы будем записывать здесь на стенке страхи, которые у нас есть. Хорошо? Не стесняйтесь и смущайтесь, у всех они есть, у всех. Хорошо? Два, 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 четыре. Смотрите, идем, ладно, демократим, админизируй. Двозь согласитесь. Двозь, я логовую. 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 Продолжение следует... 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 когда я их не вижу. А может быть, они будут своими делами заниматься, и я их не вижу в небесах. Но в душе такая борьба. Думаю, нет, надо когда-то что-то сделать. Что же делать? Я звоню своим родителям и своим друзьям. Я говорю, что так и так. Я хотела, чтобы это было, чтобы сначала Ивангел не получилось. Я говорю, просто молитесь. Я не знаю, что будет, просто молитесь. И после этого я молюсь и говорю, боже, если ты хочешь, чтобы Ивангел до конца прозвучала, пусть эта женщина снова скажет, что этот поезд откладывают на определенное время. Вы не поверите, через три минуты женщина говорит, типа, порепрошу, потихо, самки, снова откладайте, там, ну, вот и... И все такие, о, монет, где это скрипачка? Я думаю, о, классно, уже они сами готовы меня слушать, уже аудитория готова. Я уже поверю, я с ним фами говорю, давай так. Значит, что я говорю, что ты говоришь. Мы уже договорились, кто говорит, сведество, кто что. И я играла снова на скрипке. Я делилась тем, с чем делилась и с солдатами. Говорила о жизни, смерти и надежде, которую Бог нам дает, через Иисусу Христа. И после этого плане делились с сведеством. После чего еще оставалось время, чтобы мы разговаривали с людьми. Они сами подходили. Ко мне подходили и спрашивали, вот, как... Я не понимала, зачем это делаете? Вам уже никто не платил. Откуда, почему решили играть на скрипке? Ну, и я могла пловереспать. Потом другой мужчина к мне подошел с видео. Говорит, слушайте, можно вас взять виду? Кажу, я кейкаю виду. Скажите, мои дружини, чтобы она играла на скрипте. Вон, что за не наравния. Ну, я говорила, ну, вот, играйте на скрипке. Это же Бог сотворил музыку. И говорила снова о Рождестве. Некоторые люди мне говорят, слушайте, приезжайте, думаю, это классно играть, приезжайте, думаю, она в Миссо. И у меня есть Миссо, в концертный зал, где мы можем поиграть. Просто приезжайте, у меня угнался контакт, где мне потом говорили, что приезжайте в тот момент, можете играть. Я все организую. И говорю, нет, но это будет, ну, на потом. Есть контакты, и это, слава Богу. Просто думала, кто еще, чтобы не только я приехала, чтобы еще некоторые музыканты поехали. Бог все делает. Я думаю, что, а сколько еще возможностей в жизни Бог нам дает где-то? Он уже намного раньше запланировал определенное место, определенная лекция, определенная перемена, определенный, не знаю, учитель или класс, в котором вы находитесь, определенный момент, где вам нужно сказать, и вы его где-то не словили. Вот вспомните себя, сколько раз у вас было желание, от этого момента, да, я должна сказать, да, я должна сказать, и вы его упустили. Как нам хочется вернуть это время назад. И после некоторых таких времен, там, моментов, когда я упустила этот шанс, и когда я помню до сих пор, я себе обещаю, говорю, Боже, я не хочу больше этот шанс выпускать. Потому что я не хочу, чтобы, возможно, из того, что я пропустила этот шанс, чтобы, возможно, кто-то не спасся, чтобы кто-то не услышал о тебе. Поэтому используйте шанс. И ободрение такое, что мы не одни, которые мы боремся за души людей, за наших знакомых, за наших друзей, студентов или друзей в школе. Мы не одни в команде. Помните о том, что у нас есть большая команда. И Бог еще больше заинтересован, чтобы люди спастись, нежели мы. Поэтому такое сотрудничество с Богом. Давайте откроем Иоанна, 16 глава, 8 стих. Кто хочет прочитать? 16 глава. Восьмой стих, 16,8. Кто так сильно прочитает громко? 16,8. Восьмой стих. Давай, давай, 16,8. И он придя отречит мир о грехе и о правде и о суде. Возьменно? Да, это он. Это стих говорит о том, что Бог и еду святой можно обречать грех. Очень часто мы говорим, почему он все-таки мне не откликнулся? Почему он что-то его сдерживает? Мы очень часто принимаем на себя удар и говорим, это же я неправильно сказал. Это же я не знаю, как ответить. Это же я, не знаю, может быть, плохо показал. Бог все это знает. Бог все это видит. Он уже давно работал в сердце этого человека перед тем, как вы уже пришли к нему. Он уже обречал грех через совесть. Он уже работал в этом человеке. И Бог единственный, которым можно обречать грех. Мы можем просто сказать, Бог через нас работает. Поэтому это наша команда с Богом. И наша роль просто идти и говорить. Следующее, о чем я хотела бы поговорить, это хорошо. Если мы, допустим, боремся со страхом, но а на практике как? Как нам реализировать? Как нам к людям подходить? Очень самая действенная модель – это через взаимоотношения. Люди чувствуют, когда вы к ним подходите только, чтобы им что-то навязать, или все равно, что типа купи этот продукт, ну купи, он такой классный. Почему вы должны его покупать? Как-то сказал, почему это важно для моей жизни? Или через то, что вы его любите, вы его знаете, через личное взаимоотношение, когда человек уверен, что вы не хотите его использовать. Потому что никто, даже мы, не хотим, чтобы нас использовали. Мы хотим, чтобы нас любили. И только через любовь мы начинаем доверять человеку и то, что он нам говорит. Поэтому у нас там есть в конспектах два уровня построения отношений. Мы сейчас будем говорить о горизонтальном уровне и о вертикальном уровне. Но перед этим я хочу, чтобы мы сейчас прочитали Луки 10 глава. Это история, которую все мамы знакомы. С 25-го по 37-й. И вот один законник встал и, искушая, сказал, «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он рассказал ему, «Законник, что написано, как читаешь?» Он сказал в ответ, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, всем разумением твоим и ближним от твоего, как само себя». Иисус сказал ему, «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерусалиме, и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его, вышли, оставившие его едва живым. По случаю один священник шел той дорогой и, увидев его, прошел мимо. Ашельевит был на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же, некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжарился. И подошел, перевязал ему раны, возбивая масло и вино и посадив его на свое осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал придержатель гостиницы и сказал ему, позаботься о нем. И если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Кто из этих троих, думая, что ты был ближним попавшемуся разбойником? Он сказал, оказавши ему милость. Тогда Иисус сказал ему, иди, и ты поступай так же. Кто ваш ближний, подумайте сейчас. Кто ваши пять, возможно, ближних, с которыми вы постоянно на лекциях, на переменах, третий чай, кофе. Возможно, кто из ваших ближних есть, кому нужно перевязать раны. И как мы читали, что есть очень много законников, которые знают правильно, но они этого не делают. Но Бог ожидает, что мы через любовь это будем делать, перевязывать раны. Да, он тебе говорит, выпей, покури, если не хочешь, ты не в нашей компании. Да, он, этот ближний может сказать тебе, если ты там такой святоша, ну, очень хорошо, давай подальше. Как же насчет любви к таким ближним? Мы иногда ближних не выбираем, они просто есть. Нам нужно их принимать, такие, какие у нас есть. И Бог нас принял, такие, какие мы были. Вспомните себя, какими вы были раньше. Поэтому через любовь, через отношения. Два уровня постоянных отношений. Это горизонтальный, можете записать, горизонтальный. И второй, это вертикальный. Что означает горизонтальный? У вас есть ручки? Да, есть, хорошо. Что значит горизонтальный? Да, это люди. Это люди. Вспомните, сколько у вас контактов было с вашими неверующими друзьями. Как вы пытались с ними заговорить о Боге? Это было сразу, давай поговорим о Боге. Или это было просто спонтанно иногда? Потому что у вас уже были отношения до этого. Как вы это можете делать? Через отношения. Вы можете приглашать их на свой день рождения. Вы можете, не знаю, сказать, давай вместе попьем кофе или чай. Вы можете это сказать, ну, просто если пригласить домой, и не будет видеть, что... Хорошо, почему тебе Библия лежит на столе? Почему тебе стих выделенный? И вы в тетрадке. И у меня столько есть возможности, когда вы можете говорить, что я верующий, но не говоря словами. У меня были всегда в школе, у меня всегда были тетрадки. У меня постоянно, ну, как вы смеялись, но мне постоянно хотели рассмотреть ее. Потому что когда у меня... когда я закрывала тетрадку, то у меня с этой стороны губарилось что-то. Какие-то стихи из Библии, которые мне обладали. Потом у меня были канцелярские ручки, всегда было написано Иисус, там, Мой Спаситель, там, еще что-то. Были закладки еще какие-то на магнитах, в книгах. И тоже все хотели поддержать. Они говорили, откуда ты это все берешь? Вот. Ну, им было интересно, они это рассматривали. И многие могут в течение многих лет вам не говорить, о чем они думают, когда смотрят на вас, а потом они вам скажут. Или, возможно, никогда не скажут, что они будут думать о вас. Четыре года я не знала, что мои дорогие думали обо мне в университете. Я догадывалась, но не знала, насколько они о мне думали как о верующей. Они постоянно хотели, чтобы я с ними пила, курила. Они просто, ну, они никогда не ходили на пары, они никогда не отмечались, что их не было, хотели, чтобы их не отмечали, что не пропускали пары. И после очередного мероприятия, когда я просто отказывалась ходить вместе с ними в парк пить, они мне говорят, блин, ну ты вообще как бы пытаешься быть святой, такой, да, ты не хочешь с нами быть. Я втуда думаю, хорошо, у меня есть один друг, у которого день рождения сегодня, они приглашают, чтобы я с ними пошла в парк, хорошо, я пойду, потому что это мой друг, и потому что я хочу с ними строить отношения. Если я хочу строить отношения, значит я буду показывать, что я хочу быть с ними. Я на протяжении той недели, я строила отношения, я задавала вопросы, как и за что они, они так удивлялись, что я так и не интересуюсь. Я стала сидеть с ними пойти в парк, они говорят, ты идешь в парк, ты же веришь. Я говорю, ну да, я веришь, но я все равно, ну, как бы, мне не мешает, просто с вами общаться. И тут они мне решили проверить. Они тогда разлили себе вино, там, шампанское, и купили для меня жирчик. И потом, я помню, что они мне налили жирчик, и говорю, спасибо большое, я в это время отворачиваюсь к моему другу, я его поздравляю, и в это же время мои другники начнут мне подливать там шампанское или грань, такого же цвета, чтобы я не поняла. Я потом отворачиваюсь, и я такая чувствую, ну, не знаю, ну, Бог, иду сюда, он всегда действует, он говорит, что так, а что не так. Я чувствую и под ним, и потом, что это не то, что я наливала к себе в начале. И в этот момент, я не знаю, как у вас, но очень часто бывает, что разные дебаты, дискуссии, как верующему нужно себя вести, там, если он отопьет глоток, отогрет или негрет, или как же строить отношения с неверующими, если я буду просто их отвергать и не буду с ними никогда общаться. И иногда мы строим из себя как бы жертвами, я верующий, я буду кисусу Христову распилать тебя, пусть знаю, что я ни на ткани сделаю, или же бывает так, что буду думать, ну, какая рамка, ну, можно и просто это сделать. Но в тот момент для меня было так, что я знаю, что если я пила глоток, это было не было грехом, я бы не пошла в ад из-за этого. Но очень часто, допустим, у неверующего мира, особенно в Украине, что верующий не должен пить, если он это сделает, значит, все, он, значит, предал свое христианство, предал своего Бога. И я не пила, но что я сделала дальше, это было просто показателем того, что уважательные ценности, что я вас люблю, вы должны меня тоже уважать. Я делала все возможное, чтобы подружиться с ними, я всегда пыталась идти с ними на связь, и я всегда не интересовалась. Но в тот момент, когда был особенный момент, когда я не могла показать, что я верующая, это мой принцип был уважательнее, я взяла этот стакан перед ним, и я так вот появилась. Я сказала, извините, пожалуйста, мне жаль, что вы не хотите с мной дружить, мне жаль, что мы не можем друг друга уважать, и вы меня не можете уважать из-за принципа, хотя я вас уважаю, не поддерживаю все, что вы делаете, но может быть часть какую-то из них, но мне жаль. Я развернулась, я ушла. Потом думаю, боже мой, что же я наделала, что же это за выражательная такая, что я только что-то сделала. На следующий день они ко мне, когда я была в туалете, они ко мне подходили по одному и просили прощения, и говорят, извини, пожалуйста, ну так, чтобы они вместе все пойти, потому что все же компания, да, вся группа вместе, они друг друга видят, что мы сейчас будем извиняться, у верующих. Нет, они по одному это делали, так, чтобы другие не видели. Мне говорят, извини, это было просто неправильно, ты действительно очень хорошая верующая, и все равно для принципа, я тоже так хочу, но я просто не мог от этого отказаться. Когда мы водимым Духом Святым, когда мы живем этим благовестием, наши дела, то, кто мы, они могут нам подсказывать, что как мы должны делать. И после этого, спустя несколько лет, они мне пишут сообщение, говорят, на самом деле ты самая лучшая подруга за университет. И говорят, что? Мы с тобой даже не общались, мы с тобой даже, не знаю, кофе почти не пили, но хотели мне сказать, ты мой самый лучший подруг, потому что я понимала, что ты скажешь всегда неправду, и я всегда брала с тобой пример, я тебе об этом не говорил. И потом еще одна фраза, я всегда следила за тем, что ты пишешь ВКонтакте. Я сразу поняла, о нет, я же не все там хорошее писала, что я думаю. Элементом было напоминанием тем, в каком я свеяниство, в каком я благовестие, тогда, когда мне не говорят. Они следят за вами, вы этого даже не подозреваете, но они это делают. И в какой-то момент они вам скажут, возможно, а возможно никогда не скажут. А возможно через пару лет, а потом они скажут, что знаешь, благодаря тому, как ты вел себя, я начал думать о том, кто я, в каком мой смысл жизни, и кто-то мне сказал, о Боге я поправился. Кто знает, может быть и так. Был один атеист, Риана, с которым я познакомилась, когда у нас был концерт в университете. Я сказала, классный Гранд Реал, надо познакомиться с ним. И я тоже играла на Гранд Реале, мы там много общались, классики, и потом он говорит, я вообще атеистом, типа, я вообще не верю в Бога, т. д. д. Я не говорила, кто я, во что я верю. Это был очень долгий процесс, это очень, потому что это человек очень отчитанный, и он просто очень сильно так отвергал все то, что я говорила. Я пригласила на дне рождения, там, где были верующие, верующие молодежи, которые пели христианские песни. После этого он сказал, что я никогда еще не видел таких людей, как вы. Он говорит, я не уверена, что я больше атеист. Он говорит, я где-то думал, что Бог есть, я думаю, что я хочу знать его больше. Потом, еще через год, он меня отсылает уже потом Бах, он говорит, а ты знаешь, что Бах был верующим? Он начинает слушать христианскую музыку, он говорит, я еще не готова идти в церковь, но я где-то хочу, хочу знать больше. Это долгий процесс. Это очень глубинный процесс, чтобы с ним наладить этот мост горизонтальный. И только когда мы сделали этот горизонтальный мост, когда он увидит, хорошо, значит, этот человек любит Бога, хорошо, у него такое окружение, хорошо, это верующий такой, тогда он открыт и расположен, слышать о Боге дальше. Другой одногруппник в один день к мне прибежал на первый парк и говорит, слушай, я там встретили и Бог встретил в метро. Они мне там что-то такое рассказывают, я должен туда идти или нет? Я не знаю, это просто интересно, что он говорит, ну ты же не такая, не из них, да, я не разбираюсь в религиях, но интересно, что люди, хотя они отвергают религии и веру, им интересно, они не хотят знать, но они не всегда готовы это сделать, переступить через себя. У них такие же страхи, как и у нас. У нас страх благовестности, у них страх спросить иногда, или ударить в грязь и сказать, типа, ну, что там еще в церкви, а что там не религиозно, а еще что-то. То есть две, давайте уровня. Горизонтальный, потом вертикальный, через отношения. Помните, что люди это не инвестиционные проекты, они почувствуют, когда вы придете со своим списком, будете вопросы, будете им диктовать, и как бы, что они думают в христианстве, вздумали, если они спасели или нет. Это должно быть естественным. Хорошо? Дальше, важные принципы евангелизма. Первое, пробудите любопытство. Пробудите любопытство. Второе, провозглашай истину. И третье, подводи уже к покаянию. Как пробужать любопытство? Есть у вас есть пять минут, чтобы рассказать людям о Боге, либо Библии, что вы скажете? Мне как-то мама рассказывала, она ехала на шоу, и один парень ехал вместе со всеми в одном поезде, и когда он выскочил, то он всунул голову снова обратно в вагон и сказал, куда вы пойдете после смерти? Спаситесь, Боря, похоже, спаситесь. Все, да, вздохнул, то есть он ушел, все люди в шоке стоят. Возможно, это не самый лучший исследователь, который вы можете оставить. И не знаю, спасайте. Да, возможно, не самый лучший. А возможно, кто-то из них в шоке стоял и думал потом еще, когда на мозг выезжали, пять минут, куда я пойду после смерти? Как-то у меня на лекции отходят, как используйте каждый шанс. Три секунды, пять секунд, я не знаю, каждый любой шанс, который уму возможен. Я помню, я не задумывалась об этом. Я долго не думала, как интенсировать, либо что-то говорить. Но просто это случилось на лекции. Это была лекция фразологии, английские фразы, которые нужно понимать, додуматься самим. И все думали-думали, да не додумались просто. Я же при пальцах такая стиграю, да что же вы так долго думаете? Хорошо, я вам типа подскажу. Куда люди все идут после смерти? Я не задумываюсь. Ваут. Я так подвечала. Аут. Я просто не... Ну, большинство людей идут фаут, правильно. Но просто я не думала о том, что я скажу так быстро и так резко. После этого шесть секунд все люди, все студенты просто сидели и молчали. Ну, такие, а ты серьезно я потом говорила или нет? После лекции ко мне реально подходили и спрашивали, а ты серьезно это сказала или ты пошутила? Я сказала, вообще-то я как бы серьезно. И мне потом задавали вопросы, почему я так серьезно? И почему я так сказала? И я отделилась. Это может быть, если вы в школе, я брала в конце года учебники, которые нужно сдавать. Я писала письма. Это очень важно для твоей жизни. Не выбрасывай этот листок. Читай дальше. Я по пунктам расписывала. Тогда еще не знала, что ксерокс хорошо работает. Вот. Я писала очень много копий с верующей одной девочкой. И мы вставляли потом в эти учебники и сдавали литературу. Потому что обычно на них проверяли. Очень много есть возможностей. Будьте креативными. Если у вас есть 3 секунды или 5 минут, что вы скажете? Я ехала в поезде как-то во Львов. Я так хотела читать Библию. Я просто настолько в тот момент так хотела читать Библию, что я... Что я... Там был свет, который можно было нажать. Я нажала свет, у меня была лампочка. Я читала, наверное, в двух часов ночи в поезде. Утром я просыпаюсь. И снова я захотела читать Библию настолько сильно, что я снова включу лампочку и читаю. Еще тогда так смиркало. И девочки у меня еще, которые ехали вместе на купе, они ко мне спросили, а ты что за всю ночь всю Библию прочитала? Потому что я в Морозелее читала в конце. Ты что успела всю ночь Библию прочитать? Что ж там такого интересного? Я говорю, нет, я не всю Библию прочитала, но есть очень интересное. А что такое интересное Библию? Но нет, у меня создал этот вопрос за пять минут до моей станции, когда мне нужно было выходить. Я так думаю, а что я могу сказать о Библии за пять минут? Столько много всего. Что это самое лучшее, лучше к мне вообще в жизни. Что я могу сказать за пять минут? Я сказала, что я могу сделать за пять минут пробудить интерес. Я не смогу рассказать все о Иисусе Христе. Я не могу все доказательства привести, но я могу сказать достаточно, чтобы пробудить интерес людей, которые слушают это. Что вы можете сказать за пять минут или за две минуты человеку? Чтобы он запомнил это слово, и возможно, он потом ему отложится в голове, и в нужный момент Бог использует это слово или фразу, или даже какое-то что-то ваше дело, что как вы себя вели во время партами, переменами, еще где-то, он-то вспомнит. И это подведет Бог. Провозглашай истину. Не бойтесь. Не бойтесь говорить правду, как оно есть. Очень часто, когда у меня разговоры со студентами, одно из самых ходовых вопросов, это почему в церкви так много лицемеров? Это же там очень много лицемеров. Почему он должен-то идти, или же он когтей затянуть? Почему так много? Я знаю вас, верующих, вы там собираете деньги, а потом покупаете себе машину. Это просто вы собираете. Такое неправда, я на метро езжу. Очень часто верующие говорят, да нет, ты что, все верующие идеальны. Церковь это просто собрание только верующих, и там все идеальные, безгрешные, и у нас такого нету, это не наша церковь, вообще таких церквей нет. И очень часто верующие пытаются опекаться, как-то прикружать все, заавулировать так, чтобы никто не узнал из верующих, из неверующих, что такое есть. Очень часто нам нужно сказать правду, как оно есть, и сказать, действительно, если у нас церквей, мне очень тоже неприятно, что такое есть. Есть такие церкви. Но Иисус писал, что следуйте в мире, за мною следуйте, а не за верующими. За мною следуйте, а не за людьми. За мною следуйте, а не просто за кем-то. Потому что и верующие не идеальны. Потому что и верующие делают веки. Говорите так, как есть. Говорите, как оно и есть. Говорите, вот Иисус к нему, а ты не ко мне. Верующие тоже нуждаются в Боге. Третье. Собирая жатку. Я как сказала, собирая жатку или подводить их к покаянию. Очень часто у нас такой момент, ну хорошо, я уже рассказал сверебство, хорошо, я уже рассказал все, что мог. Как Даша подходить. И это один из моментов, когда бывает один из самых сложных моментов. Как узнать, что человек сейчас уже готов, ну нужно подводить к поводьянию или нет. Дух Святой должен вам подсказать. Просто Даша, когда мы будем говорить о вопросах, задавайте им вопросы. И эти вопросы вам покажут, где человек находится. Он близко к Богу, или не близко к Богу. Дух Святой. На прошлой неделе, в пятницу, на прошлой неделе у нас в КПИ, не знаю, кто-то учится, или у кого есть друзья, кто-то учится. Была неделя революбилизации для студентов. Первый день, это было тяжело, потому что мало еще кто знал, что мы делаем революбилизацию, что это в антикафе, мы всех приглашали, у нас был спикер, мы говорили на тему о христианстве, о религиях, почему мы на Иисус Христос. У нас в пятницу было 100 человек. Я просто молилась, говорю, боже, я настолько хочу видеть рождение нового человека, я настолько хочу подвести к кого-то к покаянию. Я понимаю, что очень тяжело бывает узнать, где этот человек находится. Я молилась, 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 и потом я в конце, в программу, вечером, в пятницу, тема была, как жить на 100%. Я спросила одного парня, пришла к нему, я говорю, ты видишь, как тебе тему? Он говорит, ну так, я согласен с ним, ну, со спикером, с чем ты согласен, он поделился. Я говорю, ну тема была 100%, живешь только на 100%. Ты живешь на 100%? Ну нет, я не живу на 100%, где-то на 2%. Я говорю, а что тебе не хватает поста? И он начал говорить, что вот, я такой человек, не очень хороший, и вообще, говорит, я агностик, мне нужно доказательство, мне нужно доказательство, чтобы узнать существование Бога, мне нужно доказательство, что Иисус Христос был, мне нужно доказательство. Я говорю, хорошо, хорошо, какие тебе именно нужно доказательства? Он перечислил, и начал с ним говорить. После этого он мне говорит, ну хорошо, я вижу, что есть смысл в том, что ты говоришь, хорошо, вот он потом не рисует, я здесь нарисую, он так вот рисует, уже никого там не остаться, мы вдвоем уже. Я чувствовала такую битву, я просила, молитесь, друзья, молитесь, короче, за этот диалог, и мои друзья в сторонке стояли, молились, потом они расчисли, что уже было слишком поздно, он нарисует такую табличку и говорит, хорошо, вот плюсы, вот минусы, давай мне, говори, что если я стану не ручной, и признаюсь христианству, какие будут мои плюсы, а что если я не сделаю, какие будут минусы. Начинаю говорить, что самое главное было, что в том, а потом, ну знаешь, что, я уже такая, уже устала, что я уже понимаю, что человек просто, он интересуется, но он как бы постоянно вылагает в себе и мне преграды. Я говорю, я не могу расписать всю стену плюсов, доказательств, потому что их слишком много, чтобы просто ответить и сказать, что их нету. Этот человек, либо слепой, либо он гордый, чтобы не захотеть увидеть то, что есть, те доказательства. Я говорю, у тебя много есть вопросов, ты можешь спрашивать, какие еще доказательства можешь привести. Я говорю, а достаточно ли тебе доказательств, которые уже есть? И он такой, ну в принципе, да. Я говорю, это все же таблетка, ты знаешь, ты знаешь все элементы, можешь знать все элементы таблетки, знаешь, что если ты ее выпьешь, у тебя головная борт пропадет. Но если ты ее не принимаешь, какой смысл? Я такой, да, точно, да. Ну ладно, я не агностики, я верующий. Я такая, второе там, да, значит, ты верующий думаешь. Почему же ты считаешь, что ты верующий? Ну, потому что Бог ко мне открывался, у меня были такие вот моменты, проблемы в жизни, знаешь, что только Бог мог решить. Я на следующий день решила, я поверю, что только Бог мог. Я говорю, хорошо, у тебя уже были отношения с Богом, ты уже, ты уже молился, ты уже, ты уже, Бог отвечал на твои молитвы. Почему ты не принимаешь Бога? Почему ты не хочешь быть спасенным? Потому что я слишком много делал, много косяков в своей жизни. Я говорю, косяков ты и будешь, и делал косяки, и будешь делать косяки, и я делаю косяки, и буду делать косяки. Но Бог уже из-за, уже из-за прошлого, из-за настоящего, из-за будущего уже умер. Един из моментов, в который в такой момент, когда человек уже воспринятие, он понимает, не эмоционально, но сердцем и душой, он анализирует всю жизнь, это один из вопросов, что тебя останавливает. Очень многие сами себе просто придумывают какие-то названия, агностики, атеисты, еще что-то, придумывают какие-то барьеры, чтобы посмотреть, какой ты верующий, насколько ты знаешь, что ты знаешь. Я говорю, что тебя останавливает? Он говорит, ну в принципе ничего. Я говорю, тогда давай это сделаем. И она говорит, ну я не знаю, я не могу. Я говорю, ты можешь, я не могу. Я говорю, ты можешь, только скажи это. И мы уже пошли на метро, там не было людей, просто фонарный столб. И она говорит, давай остановимся, делаем прямо сейчас. И это такая борьба была, просто невероятная. И как мой друг, Майкл Отц, который работал на прошлой неделе, когда мы тоже на Нойсене говорили тему с Майком Свободой, он говорит очень часто, евангелисты или как его, мы умерщики как акушеры. Мы принимаем роды, мы не делаем сам процесс, но мы участвуем, мы очень ожидаем это новое рождение. Нам нужно просто помочь. И я такая, давай, ты можешь это сделать. Хорошо, что мне говорить, скажи, прости меня. Скажи, скажи спасибо тебе, что ты умер за меня. Ты тебе помоги, мне следовать за тобой. Подожди, подожди, еще раз, еще раз. Я еще раз тему объяснила. Эра, если тебе тяжело, можно много повторять. Нет, он мужик сказал, он мужик сам хочет делать. Хорошо, он это сделал, он сказал, он сказал, что, боже, прости меня, боже, я хочу, помоги мне следовать за тобой до конца. И после этого момента очень важно сказать человеку, будь уверен в том, что ты сделал. Потому что будет момент, когда ты будешь пониматься, а, это эмоциональная какая-то вещь была. Возможно, это не то, что это просто такое, что что-то было не это. Нужно сказать ему, будь уверен, что ты делал, общайся со своими верующими друзьями, тебе очень мало, тебе большая семья. Читай Библию, молись. И он ты сделал. На следующий день верующий, студент звонит, говорит, я звонил Косте, его мальчика Костя звали. Я говорю, я звонил Косте, я говорю, Косте, как дела? Он говорит, хорошо, я лучше спать. Почему ты будешь спать так рано? Он говорит, потому что завтра утром рано не придется вставать в церковь тебе идти. В воскресенье утром он уже был в церкви с верующими, с верующими братьями-шестрами. А на этой неделе он уже пошел на первую мальчика с капляшками, со студентами из РПИ. Вот. да, 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 будьте смелы, пробудите вначале бобыльства. Почему? Почему? Да? А потом провозглашайте истину. Иисус не был такой «А, ну да, тебе нужно покаяние, тебе нужно как бы изменить свою жизнь». Он тогда запрещал, он тогда говорил прямо в лицо, говорил «Мы гробынии крашенные». Он говорил настолько четко и ясно, что нам нужно очень много мучить нему. Почему мы иногда стесняемся, что мы верующие, мы стесняемся иногда задать четкий вопрос «Почему? Почему ты так считаешь? Может быть, у него плохой опыт был, может быть, у тех ваших друзей у них был плохой опыт в христианстве или в церкви? Спросите их. Возможно, так и есть. Хорошо, дальше. Молитесь, всегда молитесь. Если у вас есть разговор с мерочник, попросите, пожалуйста, ваших друзей, чтобы не молиться. чем больше молитвы, тем больше силы. Это война, это битва. Второе, слушайте внимательно. Очень часто вы, не знаю, как у вас у меня было такое, когда мы разговариваем, диалог, так что мне еще сказать, что мне еще сказать, что я еще знаю, как мне еще защищать христианство. Остановитесь, успокойтесь, хорошо? Успокойтесь, потому что вам нужно услышать этого человека, задавать ему вопросы, чтобы узнать, что с ним, что происходит с этим человеком. Да, и у вас есть там такая фраза, вместе с того, чтобы думать, что еще сказать, думайте еще, какие вопросы у вас есть. Я понимаю, что мы сделали сейчас перерыв, где-то на 5 минут, чтобы мне было тяжело. И когда вы встанете сейчас, просто поделитесь вашим опытом о джиангелизме. Поделитесь сейчас, когда будете к джиангелизме подходить, какие у вас барьеры стоят или какие у вас победы есть уже. Какой у вас опыт в мобилизме есть. И помолитесь у другого, хорошо? Ободрите друг друга. Потому что это невероятно, что вы можете делать. Студенты, школьники, невероятная возможность у вас есть. Тысячи студентов в университете. Просто тысячи. Когда вы выпустите, у вас не будет огромной возможности, поверьте мне. Будете где-то сидеть, ну, может быть, половина из вас будет сидеть в офисе где-то, 5 человек, или 10 человек, вы будете каждый день в семье видеться, обучены, говорить о Боге. Но это не тысяча студентов, которые у вас есть сейчас. Используйте все возможности. У вас очень-очень, очень много возможностей. И много, и большое поле евангелизма, креативного евангелизма. Хорошо. Сейчас просто встаньте, молитесь друг друга, делитесь опытом. Хорошо? Пять минут. Вы можете спросить, хорошо, по какой системе я могу логовестить, да, допустим? Как начинать разговор там? Ну, как подходить? Как и что? Есть очень много школы, там, школа ЕШЛ, евангелизма, как начинать, там написано каждый момент, каждый пункт. Даже если ты что-то пропустил, либо человек не так понял, там такое справа, идешь в старт по началу, даже если ты уже почти дает покаяние, если он не понимает, идешь в старт по началу. Но это не то, что я сейчас вам буду прилагать. Я скажу, что самое главное, что вам нужно знать для евангелизма, это кто такой Иисус. Почему именно этот человек или Бог, человек или Бог, почему он отличается от всех остальных? Почему на христианство отличается от всего, почему он должен верить тебе? Что на уже то, что ты говоришь, то, что Бог через Иисуса Христа, что это единственный путь. И просто можете в несколько пунктов запомнить, почему Иисус Христос уникален, почему он отличается от всех остальных лидеров, остальных великих. Первое, это то, что он говорит о себе. Он говорил такие утверждения, которые никто в мире никогда не говорил о себе. Он говорил, что я и симпуть и истина и жизнь. Никто не приходит ко всему, только через меня. Это все равно, что если бы в тот момент, в том окружении вы знаете, допустим, как тебя зовут? Меня? Да. Ваня. 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 Все, допустим, знают, где он родился, все знают его семью, все знают, какое место, какой город, все знают школу, в котором он учился, все знают, чем он занимается, какое его хобби, и он говорит, я и симпуть, истинная жизнь. И те люди, допустим, религиозные люди, они посмеялись и сказали, как это понимать, как, кем ты себя возомнил. Человек, сказавши такое, что я и симпуть, он либо обманщик, Иисус, либо обманщик, который ловко это делал, что у него тут много поседателей, либо он действительно огибался Богом. И это то, это то, что взбудораживает, взбудораживает народ и взбудораживает до сих пор все остальные религии, что Иисус Христос говорит о себе, что я и симпуть, и симпуть. Никакие другие лидеры этого никогда не говорят. Будда, он не является Богом, он, Будда, Шарь, это вообще, зачем? Будда, буддизм, это религия, он, как священный, роль, у него есть учение хорошее, но он никогда не говорил, что я, я Бог. И все остальные в религиях тоже они не говорили, что я Бог. Именно Иисус Христос говорил, что я, я симпуть, я пришел от Бога. Исходя из того, что я только что услышал, принял внимание, буквально все. То есть, если человек говорит, что я есть и будь, то это означает, что человек считает себя Богом и улыбается. Но тогда эти две, по факту, мы человеку, и организация никак не доказана, что человек есть Бог, то, что Иисус есть Бог. Потому что мы даем ему два равноправных выбора, 50 на 50. То есть, мы ставим наоборот подсомнения свои слова, потому что мы даем человеку второй вариант, что Иисус мог быть в Руссоне. То есть, вы делаете версию, вы даете им выбор, поверь, что он обманщик или лжец. То есть, извините, обманщик либо о Бог, на самом деле. Человек, который не верит в это все или атеист, он выберет то, что, ну, он возьмет мои слова, потому что я сказал, то есть, я, ну, пока, ну, или Иисус Бог, или лжец. Он выберет то, что Иисус лжец, потому что ему это ближе. Только если вы не приведете им факты и покажете им, что вот почему он Бог, только Бог мог быть человеком, только Бог мог изменить жизнь, только Бог мог исцелять, восхищать, запрещать, только Бог мог. Да, то есть, говоря об этом, вы просто почитайте Библию больше и узнайте для себя, кто такой Иисус. Это самое первое, что вам нужно знать. Кто такой Иисус? Почему именно Иисус? Чем он отличается из всех остальных? Чем он уникален? И второй момент, который вы к этому можете приводить, то есть, факты, факты, почему Иисус Христос именно из истина и жизнь. Это то, что он уникален, когда он говорил о прощении грехов. Он говорил, прощаются тебе грехи? Никто никогда не говорил, я тебе прощаю грехи. Если бы, допустим, Влад обидел эту прекрасную девушку, я подошла к нему и сказала, я тебе прощаю грехи. Ты бы сказал, ты немножко ненормальный. Кто, ты себя Богом озомнил? Какой у тебя авторитет? Кто может, как не Бог, меня прощать? Иисус говорит, что я Бог, потому что я прощаю грехи. Он умел прощать грехи, и он никогда не смущался, он никогда не краснел. Он вел себя как Бог. Что и смущало весь народ. Кто он? Что он делает то, что никто до него прежде это не делал. Третье, он принимает поклонение. Он не говорит, о, нет, 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 подожди, 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 женщина, которая была при любой день, мне нужно мне сейчас вытирать своими волосами и слезами. Он принимал поклонение. Он принимал эти слезы. Он говорил, прощаются тебе грехи. Это еще одно, чтобы взять, что это Бог. Дальше, он судья мира. Он говорил, что я тебе прощаю грехи. Он сказал, что я, что будет суд. И он, и его, Иисуса Христа, отменили в, ну, почему он умер на Христе? Все четыре ваги говорят об одном, что его отменяли по капусте, в том, что он себя назвал Богом, что привернулся к Богу. Самый последний, пункт, почему Иисус Христос уникальный, хотя много можно прийти, но самое-таки сильное, это его воскресение. Если бы Иисус был издан Богом, если он, если он Бог, многие ему поверили, если бы он не воскрес, тогда в христианстве никакого не было бы смысла. в церквях, в конференциях, как у нас сейчас, не было бы смысла, потому что это был бы обман, это был бы ложь. Не было бы смысла, не было бы надежды в то, что, в тех словах, которые Иисус говорил, что, вот, вы воскресимите со мной, после смерти будет суд, вы будете царствие, будьте со мной. Если бы он не воскрес, этого всего бы не было. И все население планеты, которое верит из Иисуса, оно бы было просто обмануто. Поэтому, и кэфлинг, если вы приводите пункт о том, о воскресении, как раз скоро будет Пасха, и у вас есть много возможностей, почитайте немножко больше. Это очень интересно. О том, почему именно, ну, если вам задают вопрос, а не украли ли тело Иисуса Христа, вы можете сказать, что нет, потому что в тех стандартных, исторических, камень был настолько огромен, что его нельзя было отвалить. Второе, что... Да. Там было, ну, я просто не недавно готовил, ну, эту тему, и, ну, ученые, которые исследуют это, говорят, что камень, который был привален к гробнице Иисуса, весил около двух тонн. Плюс к этому стояло 16 стразей, украли тело Иисуса Христа. есть теория, что, ну, именно ученики украли Иисуса, тело Иисуса. Но, когда Иисус воскрес, были ученики, которые не поверили. То есть, если я знаю, допустим, что я взял эту ручку, то я не могу не поверить в то, что я взял эту ручку. Ну, то есть, если я это сделал, то я знаю, что я это сделал. То есть, и, ну, я знаю, что я знаю. Если бы солдаты еще украли тело, если бы они сделали, почему они это не сделали? Слишком велика цена, смерть. Если бы они это сделали, если бы это было раскрыто, сразу смерть. Никто бы не хотел своей жизнью и своей семьи, тогда были римские законы очень жесткие. Никто бы не хотела ради Иисуса рисковать своей жизнью. И много ряд других примеров. Если вам интересно, вы можете, можете найти в интернете, есть очень хорошее, много чего можно найти по поводу доказательств. Просто нам нужно иметь желание. Хочу сразу сказать, что я взяла три книги Майкла Отца. Это очень классный, просто понятный, легким текстом он говорит на разные темы. которого волнует и студентов, и учеников, и всех. Например, почему будут опускать страдания? Крестовые походы, инквизиции и разные там, не знаю, взрывы, войны. Это все Бог делает или нет? Потом, о лицемерах в церквях, почему, как отвечают такие вопросы? И разные-разные такие моменты. Если вам интересно, эта книга стоит 35 гривен. На самом деле, она намного дороже стоит, но так я обрезала трекнись сюда. Если вам интересно, это очень поможет вам защищать христианство, знать, по что вы верите, как отвечать. Хорошо. Если у вас есть вопросы, до обеда, с 12 до часа, я готова с вами пообщаться, помолиться вместе. Готова ответить на вопросы, которые у вас есть. А сейчас, я бы хотела, чтобы мы сели на две группы. Это университетская группа и те, которые еще в школе. Скоро будут студенты, они уже в преддверии. Скоро. Хорошо? Кстати, сайте, буквально, нужно в кругу. Один, в кругу, и второй. Хорошо? Давайте школьники вперед, а студенты назад. Назад. Ну и давай, 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 закрывай свои песни. Давай. Вот я буду... Да, видишь, ты вся больная моя? Ну, я засяду. Смотри минутки, сядьте, хорошо? Хорошо? Я не знаю, я очень надеюсь, я очень надеюсь, что вам всегда понравилось, я не знаю, хочется знать, может быть, если вы у меня лично подойдете и скажете, что можно получить и что вам понравилось или не понравилось или буквально одни предложения и сейчас можете сказать, что вам понравилось, я буду очень вам благодарна, чтобы узнать реакцию вашей. Очень прикольно. Все. Красиво сказали. Можно повернуть. Хорошо. А кто скажет? Хорошо. Есть у вас идеи, как улучшить? Я с удовольствием напишу себе, чтобы, да, чтобы в следующий раз все было еще лучше. Буквально одна-три идеи от школьников в Кивасе были. Самые такие яркие. Митинг. Митинг на тему в Кивасе Ну вот это как бы у нас была лайтбазь. Чикаго и... Ну я не знаю. Ну ладно. Поезд и все. Хорошо. Ну и с студентами мы немножко пообщались. Что будем делать? Ребят, значит, будьте зрителями даже до края земли. Вы никогда не знаете, с кем общаетесь. Вы можете встретиться с будущим президентом или министром. Возможно, вы найдете... Аминь. Аминь. Из тех школьников, которые уже выпускаются скоро, 9-й, 10-й, 1-й класс, я буду еще благодарна, если вы оставите свои контакты, потому что очень часто бывает, когда вы ищете в ВУЗ, вы поступаете в ВУЗ, и вы не знаете верующих там вообще. И вы бы хотели как-то на учить движение с верующими студентами, либо знать, кто из верующих есть. Это всегда помогает. Это всегда Ильича вам, когда мы не они. Поэтому я очень буду рада, если вы оставите свои контакты, чтобы можно было с вами связаться. Ну и спасибо большое, что вы пришли. Вы больше молодцы. Вы терпели несколько часов. Спасибо. Можете идти. Если кто, пока. Спасибо. Удачи, большое внимание. ЛИРИЧЕСКАЯ 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 Продолжение следует...